Непоседы против звездочек. Детсад номер 54 вызвал на интеллектуальное сражение 35-й апатийский детский сад. Шахматами в этих дошкольных учреждениях ребята увлекаются серьезно, занимаются дважды в неделю. Отсюда и успехи даже в общегородских соревнованиях. Но тут очная и очень принципиальная дуэль. Какая тактика на шахматном поле, оборонительной или наступательной, оказалась победной? И для кого? За ходом битвы следила Ирина Кузьмина. В детском саду номер 54 – товарищеский турнир. Все как у взрослых. Правила, протоколы. София Гостева из команды «Хозяев звездочки» обожает шахматы. Знает, что интеллектуальная игра поможет ей в школе на уроках арифметики. Поэтому Дума предлагает родным сыграть партию-другую. Противостоит юной шахматистке сильная половина семейства. С папой. Потому что мама не умеет. Она только в шашке умеет. Папу побеждаешь? Ну, когда побеждаю, а когда нет. А еще и с дедушкой в шахматы играю. Она постоянно побеждает. Я хочу, чтобы наша команда победила. Команда «Непоседы» детского сада номер 35 – очень серьезный соперник. Вот и на этом турнире капитулировать перед хозяевами гости не торопятся. Первый раунд противостояния заканчивается боевой ничьей. Счет 6-6. Дети готовятся к школе замечательно. И потом те ребята, которые увлечены, продолжают заниматься этой игрой. Много лет переходят в школу. В школе, в гимназии есть даже, по-моему, специальный урок, обязательный для всех детей. После веселой разминки – продолжение турнира. Потерпевшие неудачу расстраиваются до слез. Встреча, честно говоря, боевая, классная. После таких соревнований я вижу, что из 35-го садика уже трое детей ходят, уже занимаются профессионально, совершенствуют знания и умения, принимают участие в городских соревнованиях. Ну а в целом я вижу, что дети стараются, чувствуют ответственность. Подошли многие так добросовестно, постарались. И победил сильнейший сегодня. И вот судья объявляет результат. Почетный кубок и звание победителя получают юные шахматисты из команды «Звездочки». Но подарки вручают абсолютно всем участникам шахматного праздника.